Когда победил Майдан, страна лежала в руинах, армия была разворована, не было никакого необходимого запаса ни психологического, ни материального бороться с Россией. Я хочу напомнить всем здесь присутствующим, что, что отложил в армии, вы меня не перекричите, не надо кричать, я буду кричать, вы не пускали, вы не пускали сюда меня. Вы думаете, что вы можете сделать президентом своего человека, они не знают, что есть такое понятие, как устав караульной службы. Если кто-то лезет через забор военной части, ему говорят, стой, стрелять буду, если он прилезает дальше, в него стреляют. Так вот, в Крыму, несмотря на письменные приказы стрелять, верховного накладывающего, на тот момент Турчинова, никто не выполнял этот устав и не выстрелил ни разу. Антон, я в этом режиме прожил полгода, каждый день мы проводили заседание, мы говорили, что нужно делать, мы говорили, что нужно сегодня заниматься внешней политикой, мы делаем украинские постольки. Никогда, мы все же не бывает, не выстрелил ни разу. Поэтому не надо заниматься популизмом и рассказывать сказки. Крым потерял фашистские Турчинские. Друзья, у вас, украина, украина, украина. Вы знаете, что я сейчас говорю правду о том, что угрожали убийство, когда будет сидеть хоть один на территории за то, что разрушено государство, за то, что потерян Донбасс, за то, что президент Крым, за то, что это нужно для того, на то, что тарифы, такие, которые человек не может добавить, даже если вы не можете закладывать свои квартиры, тогда вы можете заплатить, о чем вы говорите? У нас губернаторы, губернаторы, олигархи, вы выключите в рамках имени, исправите, олигархи, феналцисты, компании Яценюка, и так далее. В вашем привлечении по уголовной ответственности, поэтому кричите громче, понимаете? Вы сами знаете, за что? Антон, ты меня не купай, пожалуйста, я готовлю себе, сколько нужно, ради украинского народа. Был приказ стрелять. Он за меня пугает по головной ответственности. Господа, это важная вещь. Ты даже по Гуринскому будешь пугать по головной ответственности. Тогда, год назад, был приказ тогдашнего Верховного Накомандующего. А от какого числа? Его не выполнила ни одна воинская часть. Нет, от какого числа? 23 февраля, 22. Его не выполняли, потому что выполнять было некому. Вы никогда не задумывались над тем, что 27-го числа, когда в 4 утра, как пишет Касатонов, это были невежливые человеки, это были спецподразделения Черноморского флота, когда они вошли в Совмин и Верховный Совет. Вы не подумали о том, что у нас есть еще одна ветвь, не военная? Это исполнительная власть. Во главе с премьер-министром Крыма и во главе с главами администрации. И этих администраторов всех этих расставляли. Вы понимаете, кто? Не было даже подробностей. Да, простите, ради бога. Наш режиссер дает сигнал, что нам надо, к сожалению, заканчивать. Время подошло к концу. Я надеюсь, что не последний раз мы в этой студии разговариваем. Все участники сегодняшней дискуссии порой... Если раз можно всех не посадить. Порой, порой очень такой горячий. Все равно здесь всегда, как говорится, welcome. Встретимся через неделю. Спасибо. Спасибо.